Мы уже изучили несколько команд терминала, и можно заметить, что некоторые из них выводят некоторую информацию на экран, то есть взаимодействуют с нами. Скоро мы узнаем у команды, которые наоборот просят от нас некоторую информацию из клавиатуры, чтобы работать дальше. Бывают программы, которые и берут что-то на вход, и выдают что-то на выход. Давайте рассмотрим, как в общем случае выглядит взаимодействие программ в терминале с пользователем. Программа принимает что-то на вход, обычно это называется stdin, от слов Standard Input. По умолчанию вся информация вводится при помощи клавиатуры. Далее программа может обработать эту информацию и выдать выход, либо обычный stdout, либо ошибочный stde. По умолчанию оба этих вывода выводятся на экран, поэтому мы не можем быстро отличить, где у нас ошибочные сообщения, а где обычные. Однако преимущество терминала в том, что можно очень легко эти умолчания все поменять, и выводить информацию не на экран, а в файл, или считывать не с клавиатуры, а также из файла. Это называется перенаправление вывода или ввода. Чтобы брать stdin не с клавиатуры, а из файла, достаточно указать программе этот файл и добавить значок меньше, то есть стрелочку. Чтобы перенаправить вывод в файл, надо указать также имя файла и добавить стрелочку больше. Если мы хотим файл дописывать, то есть не создавать его заново, то мы добавляем две стрелочки. Наконец, если мы хотим перенаправить вывод stdr в файл, надо добавить двойку перед стрелочкой, или перед двойной стрелочкой, чтобы дозаписать файл. В терминале это все выглядит следующим образом. У меня есть небольшая программа интерактора, которая взаимодействует с пользователем. Она спрашивает имя пользователя и потом здоровается с ним. Если я сделаю ошибку в имени, то есть напишу у вас маленькую букву, то программа предупредит меня об этом и поздоровается со справленной версией имени. Если я ничего не введу, то программа превращается со мной. Итак, мы видели, что программа принимает на вход некоторую информацию из клавиатуры. В данном случае это были имена. И выводит что-то на экран. На самом деле на экран она выводила не только в stdout, но и в stdr. То есть сообщение об ошибке на самом деле выводилось в stdr. Чтобы узнать это, нам нужно воспользоваться перенаправлением. Давайте я перенаправлю вывод этой программы в два файла. stdout в out-texte, а stdr в year-texte. На самом деле она спросила меня как мое имя, но поскольку информацию мы перенаправили, то этот вопрос остался в файле out-texte. Если я введу имя, то ответ также уйдет в out-texte. Давайте введу ошибочное имя. И наконец ничего не введу, чтобы программа закончилась. Давайте посмотрим содержимое файлов. Мы видим, что здесь задавались вопросы, а также выдавались приветствия. Посмотрим содержимое ошибочного файла. Сюда вывел сообщение об ошибке. Теперь мы смогли разделить два потока. stdout и stdr. Кроме того, мы можем также передавать список имен сразу в виде файла на вход. Давайте при помощи редактора на л. создадим файл names.txt. И введем туда те же самые имена. Сохраняем файл. И передам его программе интерактора на вход. Выход также будем передавать в файлы. Так, указываю стрелочку меньше. И файл. В нашем случае это на mstxt. Программа отработала. Мы не видели никакого взаимодействия. Но если мы посмотрим теперь на содержимое файлов. Мы увидим, что последовательная программа поздоровалась с тремя именами. Кроме того, файл с ошибками. Записал сообщение про ошибку в имени Николая. Можете теперь попробовать перенаправить вывод не при помощи одной стрелочки, а при помощи сразу двух стрелочек. И вы увидите разницу. Вы можете скачать программу интерактора с приложением к занятию и попробовать ее на своем компьютере. Я рекомендую вам поэкспериментировать с перенаправлением при помощи двух стрелочек и увидеть разницу. Для этого вам потребуется запустить несколько раз программу интерактора и посмотреть на содержимое файлов out.txt и e.txt. Субтитры создавал DimaTorzok